А правда, что в пакетиках чай самый плохого качества, как правило? Вот, смотри, вот это белый чай. Вот смотри, это пусто чай. Внизу нам нас собирает и пакует? Это висо опи, примерно опи, оранж пикой. Именно вот так работает. Ммм, трясет, да? Да, через дырки мы вот туда падаем. И с пола собирает потом? Да. С пола? Короче, химия все. Что? Никакого тут. Ну да, то, что мы пьем, мне кажется, реально. Не пахнет серьезно? Вообще не пахнет. То есть все, что мы пьем, это все химия, правильно? Готованный чай вот такой 25 килограмм. И мы 30-25 килограмм собираемся. Чай не похожий? Не, мусор вообще какой-то. Белый чай и зеленый чай, только полезный чай. Черный чай, не полезный чай. Прилавок с чаем, его очень много. 1872 года. Амельчане у нас посадили чай. Здесь, на Нуарелле. У нас сейчас в Силанке около 500 тысяч акров растет чай. Не только Нуарелле. Это не кусток, это чай именно дерево. Дерево. Вы обрезаете, да? Специально подстригается. Раз в год подстригается. По росту, короче. Смотрите, на чайное дерево есть. Плеток, есть плоды. Вот поэтому называется вот чайное дерево. И будет неудобно лазить потом, правильно? Как за яблоком. Вот чай именно в чужом саду. А семена не растет. Чай надо растения посадить. Когда растения посадили, через год можно собираемся листья. У нас в Силанке самое главное три видов чая. Белый чай, зеленый чай, черный чай. Все равно на женщины собираемся вот такой светлый чай. Именно светлые листья, как надо собираемся, все равно каждые три недели вот. Вот это белый чай. Это который не раскрылся еще? Да. Раз три недели вот собираемся до шесть утра. Говорят, когда готовы листья, после шесть утра будет открываться. После открываться получается белый чай. Потому что белый чай есть два вида. Селебро и золотой. Все равно белый чай полезный очень. Со сердца, со кожи. Вот именно белый чай очень полезный. Но белый чай полезный. Вот такая половина акров надо собираемся за килограмм. Поэтому белый чай получается дороже чай. Зеленый чай. Сначала собираемся. И потом на шесть часов с горячей водой мы ставим. От солнца мы сушим. Черный чай постоянно на фабрике. Я вам дальше покажу, как готовимся на фабрике. У нас в Шри-Ланке есть пять видов черный чай. Опи, орендж, пикой. Это самый ливший, крупный листик, самый слабенький чай. Пикой, крупный листик, слабенький чай. Это опи, самый слабенький чай. Это на самом деле третье качество. Вот говорят на англичане завтра. По-английски называется English breakfast. Говорят с молоком больше ливших. Еще BOPF. Это мелкий, даст. Самый последний качество, самый крепкий чай. Черный чай постоянно в фабрике. Белый чай и зеленый чай без фабрики. Когда у нас англичане было время, вот фабрика у нас работала угольная. Сейчас эта фабрика тоже около столь лет старая. У нас лангийский хозяин, вот электрическим работает. Провода видны. У нас плантаз работает только женщине. Примерно один женщина около сад в день, около 20 килограммов листьев собираемся. Обычные листья, это мокрые. Примерно здесь 1200 килограммов. Я работаю здесь на горячем госпитале. И все равно 11 часов надо посушить. Мокрые. Здесь только, потому листья мокрые. Да, мокрые. И после 11 часов это получается вот 600 килограммов. Два раза меньше. Раз меньше. Два. Два раза меньше, да. Вот здесь только посушить листья. То есть, когда их высушат, туда запихивают внутрь. Вентиляторы, получается, такие огромные. У нас в Шри-Ланке везде растет чай. Сот тысяч акров растет чай. Все опи. Примерно опи. Оранж-пикой. Самый первый кокесланный черный чай. Крупный листик, слабенький чай. Это все картинка. Примерно раз-три минуты здесь собираемся в листик. Вот готовый чай. Вот на юге примерно раз-два неделю. Потому что там уже шарфа. Поэтому, я говорю, на Ореле самый лучший кокесланный. Вот у нас в Хикадуе или в Наватуе везде продают чай. Они продают на южный чай. На половине посушенных листьев, вот через туннель идет на это, перемалываясь машина. Примерно здесь около 400 килограммов, около 4 часов, перемалываясь. Вот, после перемалываясь эта машина номер один. Можно идти сюда? Можно. Например, опи, пикой, биопи. Когда машина вот работает, вот именно вот так работает. Трясет, да? Да, это ситовая машина. Сита. Самые круглисты вот отсюда падают. Вот самые мелкие, вот видно, через дырки. Вот через дырки мы вот туда падаем. И с пола собирают потом? Да. С пола? Да, на поле падают, да. Чистенько здесь. Да. Но глупости. Еще спроси, моют ли руки те люди, которые его собирают? После туалета. И после форментации, после перемалываясь, то же самое. Коричневый и зеленый. Тогда здесь оставить 4 часов, поставить коричневый получается. Когда яблоко, сначала порезать, внутрь белья, да? Когда остановимся, ну, 3-4 часов, у нас будет коричневый. 21 минут, посучат чай. Чем пахнет запах? Никакого. Ну-ка. Короче, химия все. Все прямо химия. Никакого запаха. Ну да, то, что мы пьем, мне кажется, реально. Не пахнет? Серьезно? Вообще не пахнет. Ну? Пахнет? Не, не пахнет. Серьезно? Пахнет. То есть, все, что мы пьем, это все химия, правильно? Вывод такой? Ну, не, ну, какой-то запах травы я чувствую. Вывод, который сделали все, кто его только что понюхал. Чай, уже готовый после просушивания, пахнет сеном, но никак не абрикосами и не всякими там вкусняхами, которые мы покупаем в магазинах и упаковках. 196 градусов по суше. Эта машина выбирает на чай и стебель, и чай листья. Стебель вот отсюда падает, видно, вот стебель. Чай вот отсюда падает. Тогда вот БОПФ даст. Около 3-4 раза надо вот здесь делать, но все равно стебель остается. У нас стебель не пьет, у нас стебель удобрения. Готовый чай вот такой 25 килограмм. Оптовая торговля. Оптовый рынок. У нас каждая чайная плантация, каждая чайная фабрика частная. Но все равно мне надо продать чай через государство. Если у меня есть фабрика, я сам себе не могу делать, потому что это государство нельзя. Каждая фабрика есть на государственный человек, он качество не смотрит. У нас не делают на плохой чай. Это странный эффект. У нас в каждой фабрике около 60% это обязательно экспорт. Только 40% можно только внутри страны продать. Не похоже? Не, мусор очень какой-то. Это белый чай, это селеный чай и все остальное. Черный чай. Я вам сказал, что белый чай есть два вида. Селебро и салату. Это селеный чай. Белый чай и селеный чай, только полезный чай. Черный чай — не полезный чай. Черный чай — энергетический чай. примерно когда днем на днем и работы ты бы устали когда пьет черный чай вот энергия начинается понятно это вообще не полезный чай энергетика честно говоря энергия потому что надо правильно говорить вот это белый чай и зеленый чай эффектно потому что белый чай больше со сердца больше за кощи для чего я больше фигура значит зеленая фигура белое сердце вот это черный чай это если смотреть это опи orange pecoi самый крупный листик слабенький чай это пикой крупный листик слабенький чай это станут с лапами то слады всё равно как одинаковая вот это билки это broken orange pecoi как я вам сказал это называется как английский завтрак английских breakfast с молоком лишь это бей о и f это мелкий криотки чай вот этот раз самое крепкий чай вот смотри я вам покажу почему это Вот, ты спросил, да? Да, да. Вот, видят, там только листья. Видят, коричневого ничего? Тоже коричневого. А здесь много коричневого. Нет, это по чуть-чуть. Смотри, здесь много. Вот поэтому этот чай самый крепкий на пакете. Вот поэтому этот чай идет. У нас в Лангийске больше пьет вот такой чай. Потому что когда у нас англичане берем, я вам сказал, у нас люди работают с англичанами. Поэтому они для нас самые последние качества отдали. Ну вот именно у нас люди прекрасно. Свои хорошие качества, свои страна. Забирали их к себе в Англию, в общем. Вот именно. Экспортировали. У нас на чайной фабрике будет бесплатная дегустация чая. А правда, что в пакетиках чай самый плохого качества, как правило? А вот самый хороший идет вот отдельно. Самое последнее качество, там больше стебельный чай. Поэтому крепко начинается. Крупные листья, вот там нет стебельных. Крупные листья крепкие. Которые самые мелкие, это листья, чай и больше стебель. Коричневый, вот есть маленький-маленький стук. Именно крепко начинается поэтому. Биопиев и даст. В пакете чая крепко начинается, потому что там стебельные. Вот сейчас мы пришли в обычный супермаркет в Хикадубе. Прилавок с чаем. Его очень много. Но, посмотрев вот эту табличку с примерами чая, вот, и прослушав внимательно, что и что. Вот опи, вот этот опиум, так сказать, чай. Это слабенький такой черный чай. Пекое. Тоже супер качество. Тоже вот этот слабенький чай. Но опиум, получается, опи более, такой слабенький, более качественный. Ну, в принципе, если взять две упаковки, посмотреть можно, что здесь листики поменьше, здесь более такие качественные листики побольше. Белый чай. Один из дорогих. Golden тоже. Ценник вот 100 грамм, 60 грамм. 3000 рупий. Возьмем, допустим, золотистый чай. 1400 рупий. BOPF, так сказать, он в конце находится в линейке качества. 345. То есть это не из-за того, что упаковка такая красивая, а из-за того, что еще качество чая отличается. Ну, и сам чай разный. Если захотите привезти какой-то чай из Шри-Ланки, и не будете знать, какой нужно покупать, и вообще что и что, чтобы разобраться в них, то вы можете вот всегда вот этот кусочек видео пересмотреть, где наш замечательный гид рассказал о том, какие бывают чаи, какие растут на Шри-Ланке виды чая, и насколько они полезны. Все? Счастливо. Счастливо. Спасибо.